Приветствую друзья, с вами Зидыч и сегодня мы рассматриваем новую немецкую SAUS BRM 7.7 Kanonen Jagdpanzer. Разумеется появилось множество вопросов которые постоянно на тему того насколько хороша машина в нашей игре и разумеется я решил сказать и свое мнение, ставить свои 5 копеек, но здесь все неоднозначно ребята и в течение обзора мы попробуем в этом разобраться. Чтоб вы понимали машина разрабатывалась с 50 года и создавалась на базе бронетранспортера и лишь в 59 году был построен первый прототип. Разумеется было множество недоработок поэтому итоговый вариант был построен внимание в 65 году тогда и запустили массовое производство. Ну а теперь друзья давайте оценивать на что она способна в нашей игре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да ребята конечно неожиданный ИС испортил наши планы, но самое главное я до вас донесу. Самое главное преимущество над Леопардом, а именно с ним я буду сегодня в обзоре сравнивать эту машину по эффективности, главное преимущество у нас скорострельность. С АСами время перезарядки 5 и 6 секунды. И в общем-то это очень и очень хороший результат, потому что например у Леопарда эта цифра где-то 7 и 1 секунды, если я не ошибаюсь. Но что не менее важно в этой САУ для совместных боев, это меньшая цена в возрождении, в количестве хачков, которые требуются для появления, нежели у Леопарда. И за счет этого, разумеется, мы будем ее выбирать, когда нам требуется лишь захват. За счет этого захвата, который производится довольно быстро, потому что скорость у нас очень хорошая, мы можем сразу сесть на ембоватый немецкий Хортен, который радует душу тех людей, которые выкачали немецкую ветку. Ну а если не получалось сделать захват, я просто сносил всех на ходу, благо стабилизация позволяет метко, четко стрелять прямо на ходу. Но на самом деле сейчас нам немножко повезло, если бы 54-ка сделала бы свой выстрел, мы бы развалились. Потому что, к сожалению, с броней у нас беда, у нас ее, можно сказать, нет. Любой танк, который имеет каморный старяд, нас периодически ваншотит, без каких-то шансов на реабилитацию. Поэтому, учитывая возможности данной САУ, есть у нас два варианта действий. Первый, это, разумеется, быстрый прорыв с целью захвата какой-то точки, или же занятие какой-то ключевой позиции вблизи позиции противника. Ну или второй вариант, это кемперство, благо у нас отличная скорострельность, мы можем очень хорошо накидывать всем своим противникам. 5-6 секунды, постоянные выстрелы, но есть проблемка, ребята. Наш стандартный снаряд, это не каморный, а подкалиберный. И вы знаете, как сейчас работают подкалиберы, бывают рикошетители. В целом, конечно же, их эффективность похуже, чем у кумулятивных. И только когда мы открываем свой топовый снаряд кумулятивный, мы можем заговорить о хорошей игре на этой САУ. Но есть проблемка. Если сравнивать, например, с леопардовским кумулятивом, у которого бронепробитие 400, то у нас всего лишь 320. И это тоже нужно помнить, потому что бывает, что в лобовых противостояниях мы не пробиваем противника, как у меня, например, было с Т-10М. Буквально вот недавно в этом видео. И это получается еще один минус в копилку данной САУ и в пользу, разумеется, леопарды, которые имеют все-таки более удобный геймплей, нежели каноны на якпанцы. Поэтому при режимах захват или же превосходства я сразу понимал, что если поеду на точку, то, соответственно, встречу максимум 50-40 или другие мобильные танки, которые легко поддаются под наш кумулятив. А вот и режим захват, где мы уже захватили точку, получили очки для того, чтобы и здесь что, выехать или вылететь на Хортани. Соответственно, сейчас мы просто будем отстреливать мобильную технику противников, которая попыталась захватить ключевые позиции и, соответственно, немножко покимперить. Но мы-то знаем, где они сидят, засранцы. Мы знаем их любимые места, потому что сам я на этих же местах обычно и сижу. Поэтому едем дальше и ищем следующую жертву. Хочу сказать, что даже снег не помеха для этой машины. Вообще наша максимальная скорость 70 км в час. А средняя скорость, с которой вы будете обычно ездить 40 или 50 км в час, в зависимости от поверхности. И сейчас мы встречаем 54-ку, которая так нагло переехала этот хребет и будет с ней ПВП. Да, ПВП один на один, мы сейчас будем с ней сражаться. И смотрите, мы вроде бы неплохо доворачиваем, у нас очень интересный такой поворотик, даже 54-ка не смогла за нами угнаться. Хотя, может быть, потому что человек на 54-ке не слишком опытный, потому что стал запозданно наводить на нас именно башню, доворачивать башней. Хотя это странно, ведь как-то он 54-ку открыл. Ну, очень забавно получается. Но не суть. В общем, это советский игрок, советская команда и этим все сказано. Но главное мы выяснили. Як-Панцы 4-5 шикарно сдает задом, отлично разворачивается на месте. И в плане мобильности никаких претензий к нему быть не может. Ну все, это, конечно же, здорово. Мы поняли, как применять данную САУ в совместных боях. Теперь идем в аркаду. Наконец-то. Сейчас скажут ребята, которые давно не видели аркадных боев в моих обзорах. И вот мы работаем под светофору, который подсказывает, сюда бей, бей сюда, точно пробьешь. Боже мой, как же он меня раздражает, ребята. Вот реально, я не против упреждения. Пусть этот крестик остается, но вот именно светофор, который подсказывает, куда пробивать, это реально излишество. И такое ощущение, будто тут совсем для таких вот недалеких людей, подсказки, которые вообще не хотят сами ничего делать. Смотреть, например, разбор и рентген в ангаре и пытаться понять, как действительно лучше пробивать противника. Им давай светофор и они будут просто на отвали играть. И потом они утверждают, что в аркаде скилловые пацаны. Большинство играет в аркаде, что в авиации, что в танках. Поэтому аркада более крутой режим и там много скиловиков. Ребята, мне нравится танковая аркада. Здесь реально интересно, динамично, драйвово, но уж слишком упрощается геймплей именно из-за этого светофора. Ну вот реально, какие здесь могут быть скиловые пацаны, если они работают на всем автоматизированном и подсказки у них повсеместно. Вот я не знаю, и упреждение им подсказывается, и куда пробивать подсказывается. Поэтому, ребят, что бы вы ни говорили, как бы вы ни дизлайкали, хочу сказать следующее. Именно РБшники самые скаловые танкисты, потому что они все делают самостоятельно. За них система ничего не делает. И так будет, пока не уберут светофор на крестики. Ну и вернемся к теме. Итак, ребята, резюмируя касаемо сегодняшней САУ, канона Ягдпанца, хочу сказать, что Леопард гораздо более привлекателен. Потому что у него есть и башня, у него и отличное бронепробитие его кумулятивов, есть еще броневойные фугасные снаряды. И в целом танк по подвижности не уступает, разве что по скорости перезарядки. Поэтому от данной САУ есть больше толку, разве что в совместных боях, где она может покимперить, использовать более эффективно как раз свои скорости перезарядки, где она не спалится маркером. Ну и, соответственно, может сэкономить очки возрождения, если вы вначале пытаетесь делать захват и сразу пересесть на Хортон или же какой-нибудь бомбардировщик. В целом, тогда есть какой-то смысл. Но в большей степени именно Леопард, как самый крутой танк, останется номером один в немецкой исследовательской ветке. На этом, пожалуй, все, ребята. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте этому видео палец вверх, ну и, разумеется, оставляйте свои комментарии. Всего вам самого лучшего и увидимся в наземных и воздушных баталиях War Thunder. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!